Я уже устал, и не устал, просто я же к этой мечте шел очень давно. Это люди так, когда все говорят, что Федор Конюхов ни с того ни с сего там идет на верес или поднимается возле шара. Я начал следить за Ричардом Брэнсоном и за Стив Фоссетов с 1993 года. У меня есть дневник, который я вырезки вырезал и клеил. Даже ваша комсомолка писала об этом, я вырезки делал, что у него были неудачи, а когда в 1999 году Пикар облетел в сером полушарии вокруг света, я начал тренироваться на воздушном шаре. Вот с нашими воздухоплавателями, и с Михаилом, и с Ваней меня в России. А когда Стив Фоссет облетел в 2002 году в одиночку в южном полушарии, с Австралии в Австралию, туда я приступил к осуществлению этой программы и своей мечтой. И вот сейчас она подошла. Ну а что? Я в этом не могу ничего сказать, потому что метео дает нам Бруссель. Они наняты, они оплачены, они отвечают за это, и они дают погоду. Дают погоду мне. Я здесь сейчас как гость. Я только изучил. В эту гондулу я даже по правилам страховой компании не имею права подниматься. Я, как только на старте, английская компания Кэмерли, она должна подготовить и надуть шар. Я как подойду, только возьму за гондону, тогда переходит вся ответственность на меня. И когда я поднимусь в воздух, из Брюсселя мне будет давать, на каких эшелонах я должен идти. Я буду сам принимать решение. Но если я буду принимать решение сам, и что-то случится, у меня так же, как и на самолете, есть черный ящик. Пишет. Хочу, я не хочу. Все разговоры, которые не только я. Все будут, там, 10 человек, 10 компаний слушают меня. И все это записывается. Он мне будет говорить, пускай я должен идти на 5 тысяч. А я говорю, а я хочу идти на 5 с половиной, потому что здесь ветер. Он согласится со мной. Я буду принимать решение. Но если что-то случится, тогда вся ответственность ложится на меня. Потому что страховые компании застрахованы мой путь на 2 миллиона долларов. Когда я буду лететь, если, не дай бог, я упаду в океан, выйдут спасатели. Я подписал такую бумагу. Нет спасения без вознаграждения. Спасателям надо платить. 2 миллиона сразу снимается долларов. И сразу им отдается. Или я упаду в озере Австралии. 2 миллиона. Или в центре Тихоокеана. 2 миллиона. Или в горах Чили. 2 миллиона. Потом еще другие ответственные. Так что сейчас я как посторонний стою, смотрю. И говорится, а англичане должны запустить. Если они запустят и неправильно запустят, вот я попаду сразу по их вине, они будут платить за весь этот проект. Если мы, сейчас они отвечают. А метео из Брюссена пришло с института, Брюссенского института, что мы не рекомендуем запускать, потому что впереди идет холодный фронт, несет ветер, не тот, который мне надо, и обледенение, и грозы. А я на старте не могу перелететь через грозу, потому что я буду тяжелым, у меня будет 10 тонн весить. А на финише 3 тонны. И сейчас грозы идут на 5, 6, 7 тысяч. И я не смогу подняться на 8, на 10 тысяч, потому что я тяжелый. Через неделю я смогу подняться на 8. Через еще 10 дней я смогу подняться на 9. И уже в Индийском океане, как Стив Фосад сделал, там рекорд свой по высоте, и поэтому я смогу подняться выше 10. Я облегчаюсь, вы увидели баллоны какие, да? Я баллоны сбрасываю, я облегчаюсь.